Совсем недавно международными учеными было опубликовано заявление о необычной находке. Астрономы обнаружили странную звезду, которая в своем составе имеет сразу два активных химических элемента. На одной стороне преобладает водород, а на другой – гелий. Это явление ранее не наблюдалось и вызывает много вопросов у большей части специалистов. Объект был впервые замечен в 2019 году во время поиска белых карликов с помощью ZTF – широкоугольного астрономического обзора неба с применением новой камеры, подключенной к телескопу Сэмю Лиоушена в Паламарской обсерватории. Этот метод проводит роботизированные обзоры ночного неба, ища объекты, которые вспыхивают или меняются в яркости. Сверхновые звезды, поглощаемые черными дырами, а также астероиды и кометы. Теперь его существование подтвердили независимые наблюдатели, и удалось определить его характеристики. Белый карлик находится в созвездии Орла, примерно в 130 световых годах от Земли. Его масса и радиус превышают массу и радиус Солнца. И здесь, в общем-то, видимо, по воле определенного случая, получилась такая история. То, что просто с одной стороны этого белого карлика, а я хочу сказать следующее, что все звезды, они очень достаточно равномерно, скажем так, с четким периодом вращаются вокруг своей оси. Ну так вот, на какой-то стороне, вот мое мнение, образовалось типа пленки. Пленки водородные, потому что, я еще раз повторяю, вот как раз там и возникает вот это в спектре, что присутствует водород. Это не означает, что половина звезды из гелия, а половина из водорода. Это просто означает, что там есть какой-то вот такой вот, ну, скажем так, слой, образовавшийся, может быть, действительно, под действием магнитного поля. И это магнитное поле каким-то образом этот водород там удерживает. В уликую природу белого карлика удалось выявить с помощью спектрометра, который позволяет анализировать состав атмосферы звезды. Наблюдения показали, что на одной стороне присутствует водород, а на другой только гелий. Ученые предполагают несколько теорий, объясняющих это явление. Одна из них говорит о том, что звезда проходит редкую фазу эволюции белых карликов, когда происходит переход от преобладания водорода к гелию на поверхности звезды. Другая теория связывает двуликость с магнитными полями, которые могут изменять давление и плотность атмосферных газов. Это было давно, но один ученый сказал другому ученому, что вот знаешь, мы можем сказать, как звезды светят, с какой яркостью. Мы можем даже определить, на каком расстоянии они находятся. Но никогда не узнаем, из чего они состоят, и какие химические элементы там присутствуют, и какие процессы на звездах вообще происходят. И через 2 или 3 года Ньютон открыл спектральный анализ. И спектральный анализ все тут же мгновенно это решил. На основе вот этого спектрального анализа это не только космос. Спектральный анализ это везде, даже в криминалистике. То есть наука сейчас без спектрального анализа немыслима. То есть все вещества исследуются с помощью этого метода. Ну и разумеется, астрономия, космос, только с помощью практически спектрального анализа мы можем сказать, вот эти вот достаточно интересные сведения. Этот уникальный объект получил имя Янус, в честь древнеримского бога с двумя лицами, обращенными одновременно в прошлое и в будущее. Следующим шагом будет поиск других двуликих белых карликов. Эта задача станет проще, когда начнет работу обсерватория Веры Рубин в Чили, оснащенная почти 9-ти метровым телескопом для сканирования всего неба каждые несколько ночей. Открытие такого уникального небесного тела представляет большой интерес для астрономов и может помочь расширить наши знания о процессах, происходящих в космосе. Дальнейшие исследования позволят более точно определить причины двуликости и выяснить, насколько распространено подобное явление во Вселенной. Елизавета Газизянова, Андрей Багудинов, Универньюз.